Беседа 10. Пришел к своим, и свои его не приняли. Бог человеколюбец и благодетель. Все творит и все устрояет так, возлюбленные, чтобы мы блистали добродетелью. И желая, чтобы мы были благочестны, Он без всякого насилия и принуждения, а только убеждением и благотворениями всех желающих того призывает и привлекает к себе. Потому, когда пришел Он, одни приняли Его, а другие не приняли. Он никого не хочет иметь своим рабом против воли или по принуждению, а хочет, чтобы все свободно и добровольно служили Ему и познавали сладость служения Ему. Люди, имея нужду в услужении рабов, связывают их с законом рабства и против воли их. А Бог, не имея нужды ни в чем, никаких подобных нашим потребностей, все творит только ради нашего спасения. И в этом делает нас самим себе господами, потому и нежелающих Он не подвергает никакому насилию или принуждению. Он имеет в виду только нашу пользу. А против воли быть увлечено на служение, все равно, что и совсем не служить. Почему же, скажешь ты, Он наказывает нежелающим повиноваться Ему? Зачем угрожает гиеною, не слушающим повелений Его? Это потому, что, будучи попремногу благ, Он имеет великое попечение о нас, даже и тогда, когда мы не повинуемся Ему. Это потому, что не отступает и тогда, когда мы удаляемся и бегаем от Него. И как мы уклонились от первоначального пути благотворения, то есть не восхотели идти путем убеждения и благополучия, то Он повел нас другим путем, наказаний и мук. Путем, конечно, весьма тяжким, но неизбежным. Когда первый путь пренебрегается, тогда по необходимости надо идти другим. И законодатели полагают многие жестокие наказания преступникам. Однако же зато мы не осуждаем их. Напротив, еще и более уважаем их за постановления о наказаниях, так как не имея ни в чем никакой надобности с нашей стороны, часто даже не зная, кто впоследствии будет пользоваться помощью их постановлений, заботятся о благоустройстве нашей жизни тем, что добродетельным людям воздают честь. А людей порочных, нарушающих спокойствие, укращают наказаниями. Если же мы таких законодателей почитаем и любим, то не гораздо ли более должны благогазеть пред Богом и любить Его за столь великое попечение о нас? И различие между попечительностью тех и промыслом Божиим о нас беспредельно. Подлинно богатство благости Его неизреченно и превышает всякое разумение. Заметь же, Он к Своим пришел, не по собственной какой-либо нужде, потому что, как я сказал, Божество ни в чем не нуждается, а для благотворения Своим. Несмотря на то, Свои не приняли, но отвергли Того, Кто пришел к ним для их же пользы. Мало того, изгнав Его из виноградника, убили, Лука 20.10, и при всем том, Он не преградил для них покаяния, но дал им возможность, только бы сами захотели, и после того, Беззакония очистить все согрешения Свои, верою в Него, и сравняться с теми, которые ничего такого не сделали, и более других Ему любезны. А что я говорю, это не без основания, и не в шутку, ясное также свидетельство дают все обстоятельства блаженного Павла. Он гнал Христа. Уже после распятия Его, и свидетеля Его Стефана убил руками других многих. Но когда раскаялся, осудил себе прежние грехи, прибег к тому, кого гнал. Тот, тотчас сопричислил Его к своим друзьям, и при том первейшим, поставил Его, гонителя, хулителя и оскорбителя, проповедником и учителем всей вселенной. Он и сам не стыдился проповедовать об этом, восхищенный человеколюбием Божиим, и в писаниях своих, как бы на столпе, изобразив прежние свои дерзости, обнаружил их пред всеми, считая за лучшее выстоять их на позор пред всеми прежнюю свою жизнь, чтобы тем яснее показать величие дара Божия. Нежели скрыть неизреченное и неисповедимое человеколюбие Господа, не желая обнаружить пред всеми собственное заблуждение, с этой целью он то там, то здесь упоминает о гонениях, наветах и ополчениях своих против церкви. В одном месте говорит, «Недостоин наречься апостолом, так как гнал церковь Божию» 1 Коринфянам 15, 9, в другом, как Христос Иисус пришел в мир грешных спасти, от которых я первый. 1 Тим. 1, 15, в третьем, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудейством, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее» Галата 1, 13. Таким образом, Павел, как бы в некоторое воздаяние Христу задолго терпение к нему, показывая, какого враждебного и неприязненного человека Господь спас, с великим дерзновением возвещает о той брани, которую он вначале со всей ее ревностью воздвигал против Христа. Вместе с тем, он внушает благие надежды и тем, которые отчаиваются в себе самих, Христос, говорит он, для того и помиловал его, чтобы в нем, первым, показать все долготерпение и преизобильное богатство благости своей, пример тем, которые после того могли уверовать в него для жизни вечной, хотя бы их грехи превышали всякую надежду прощения. На это именно указывая, и Евангелист говорит, своим пришел, и свои его не приняли. Откуда пришел все наполняющий и везде сущий? Какое место лишил своего присутствия тот, кто в руке своей держит все и над всем владычествует? Никакого места он не оставил, как это возможно? А совершилось это по его снисхождению к нам, так как он, будучи в мире, не казался находящимся в мире, потому что неведом был, напоследок же явил себя, благоволив, облечься в нашу плоть. То есть это самое явление и снисхождение его евангелисты называют пришествием. Достойно удивления, что ученик не стыдится унижения своего учителя, но смело описывает нанесенное ему оскорбление. И это немаловажное доказательство его правдолюбивого духа. Впрочем, если стыдиться, то надо настыдиться за тех, которые нанесли, а не за того, кто претерпел оскорбление. Он еще более прославился, что и после такого оскорбления так промышляет о своих оскорбителях. Они пред всеми оказались неблагодарными и презренными, потому что отвергли как врага и неприятеля того, кто пришел к ним с такими благами. Да и не тем только они повредили себе, но и тем, что не получили того, чего достигли принявшие его. А что получили последние, которые приняли его, кем дал власть быть чадами Божиими. 12 стих. Но для чего же ты, блаженный, не сказываешь нам и о наказании тех, которые не приняли его, а говоришь только, что они свои были и во своей пришедшего не приняли? А что они за это потерпят? Какому наказанию подвергнуться, того ты не присовокупил? Может быть через это ты более устрашил бы их угрозою, смягчил бы грубость их надменности? Для чего же ты умолчал об этом? Но какое же другое говорит евангелист наказание, могло бы быть более того, что они, имея возможность делаться чадами Божьими, не делаются таковыми, но добровольно лишают сами себя такого благородства и чести. Впрочем, наказание их не ограничится тем только, что они не получат никакого блага, их постигнет еще огонь неугасающий, что впоследствии яснее открывает евангелист. Теперь же он говорит о неизреченных благах, дарованных принявшим Господа, и вкратце изображает эти блага следующими словами, которые же приняли его, тем дал власть быть чадами Божьими. Хотя бы то были рабы или свободные, элины или варвары или скифы, хотя бы немудрые или мудрые, жены или мужи, дети или старцы, незнатные или знатные, богатые или бедные, начальники или простолюдины, все, говорит евангелист, удостоены одной почести. Вера и благодать Духа, устранив неравенство мирских достоинств, всем им сообщила один вид, на всех напечатлела один образ, царский. Что может сравниться с таким человеколюбием? Единородный Сын Божий не возгнушался сопричислить клику чад и мытарь, и волхвов, и рабов, и самых неважных людей, многих еще с поврежденными членами тела и со множеством недостатков. Такова сила веры в него, таково величие благодати. Как огонь, проникши землю, в которой есть металл, тотчас из нее производит золото, так, и еще лучше крещение делает омываемых им избренных золотыми. Когда дух наподобие огня проникает в наши души и попаляя в них образ пестного, износит как бы из горнила образ небесного, образ новый, светлый, блестящий. Но для чего Евангелист не сказал сотворил их чадами Божиими, а говорит дал им власть быть чадами Божиими? Чтобы показать, как много нужно заботливости для сохранения во всю жизнь чистоте и неповреждении того образа усыновления, который напечатлен в нас при крещении, а вместе чтобы показать и то, что такой власти никто не может отнять у нас, если наперед сами себя не лишим ее. Если получающие от людей в каких-либо домах полномочия имеют почти такую же силу, какую и те, которые им дали его, то тем более мы, получив от Бога такую почесть, если только не сделаем ничего недостойного этого власти, будем всех сильнее, потому что всех выше и совершеннее тот, кто сообщил нам такое достоинство. Еще и то хочет показать евангелист, что благодать не иначе приходит, как только к тем, которые сами желаются и заботятся о приобретении ее. Таким-то людям принадлежит область соделываться чадами, а если сами люди предварительно не возымеют желания, то и дар не приходит, и благодать в них ничего не производит. Промицы 71. Итак, евангелист, повсюду отвергая принуждения и показывая свободу воли и самостоятельность человека, то же самое высказал и теперь. И в этих самых тайнах одно принадлежит Богу даровать благодать, а другое человеку показать веру. Но затем требуется от человека еще много заботливости для сохранения чистоты, для нас недовольно только креститься и уверовать. Но если мы желаем приобрести совершенную светлость, то должны вести достойную того жизнь. А это Бог предоставил нам самим? Таинственное возрождение и отечения наше от всех прежних грехов совершается в крещении, но прибыть в последующее время чистыми и не допускать к себе снова никакой скверности. Это зависит от нашей воли и заботливости. Потому то евангелист напоминает нам и о самом способе духовного рождения, и через сравнение его с рождением плотским показывает его приховосходство, говоря, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Стих 13. И это он сказал для того, чтобы мы, познав ничтожество и ничижение нашего первого рождения от крови и похоти плотской, постигнув напротив важность и достоинство второго рождения по благодати, возимели высокое о нем понятие, понятие, достойное этого дара от того, кто рождает нас таким образом, и затем со своей стороны показывали великое о нем попечение. Мы должны немало опасаться, чтобы последующим неродением и пороками, осквернив это прекрасное деяние, не быть нам изверженными из брачного чертога, подобно пяти юродивым девам, или подобно тому, кто не имел брачной одежды. И этот человек был также в числе гостей и был приглашен, но как и после приглашения и такой почести оказал неуважение к пригласившему его, то послушай, какой подвергается участи, бедственной и многих слез достойной. Пришедший для того, чтобы участвовать в светлом пире, он не только изгоняется с пира, но связанный по рукам и ногам отводится во тьму кромешную, где предается вечному и непрестанному плачу и стрежету зубов. Итак, возлюбленные, не будем считать одну веру, достаточную для спасения. Если мы не представим чистой жизни, но явимся в одеждах, неприличных блаженному нашему признанию, то ничто не спасет и нас от таких же страданий, каким подвергся тот несчастный. В самом деле, не странно ли, что когда сам Бог и Царь не гнушаются простыми, незнатными и ничего не стоящими людьми, но с распуть и приводят их за свою трапезу, мы показываем себе такую бесчувственность, что и в такой чести не делаемся лучшими, но и по призвании остаемся в том же зле и таким образом попираем неизреченное человеколюбие призвавшего. Он не для того призвал нас к этому духовному и страшному общению таинств, чтобы мы приступали к ним с прежними злодеяниями, а для того, чтобы, совлекшись постыдных одежд, облеклись такие, какие при личной угощаемым царских чертогах. Если же мы не хотим поступать достойно такого призвания, то это зависит от нас, а не от того, кто так почтил нас. Не он изгоняет нас из дивного сонма званных, но мы сами себя изгоняем. Он все со своей стороны сделал, устроил брачный пив, приготовил трапезу, послал пригласителей, принял пришедших и всякую другую честь оказал, но мы своими нечистыми одеждами, то есть греховными делами, нанесли оскорбление ему и присутствующим на брачном пире и всему браку, и потому праведливо мы изгоняемся. Таким образом, уважая брачный пир из ванны, царь изгоняет отсюда дерзких и бесстыдных, а если бы он оставил одетых такие одежды, то через это сам оказал бы неуважение и к другим званым. Но не дай Бог никому, ни нам, никому либо из других людей испытать такой гнев призвавшего. Для того и написано это, прежде чем сбудется, чтобы в разумленные угрозами Писания мы не довели себя на деле до такого бесчестия и наказания, но довольствуясь уже только такими словами Писания, все явились на тот зов в светлой одежде, которую и дополучим все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.